МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомелье пройшло новогоднее свято для детей. Уникальное программное забеспеченье для диагностики и лечения захворывания у позвоночника створают УГДТУ и мясо сухого. И больше подробно об этом и не только. Гомельский областный территориальный фонд «Державная майомость» сегодня у першиню проведет электронные торги. На продаж выставляются объекты, которые находятся в Мазырске и Межлобинском районах. Разом с тем, по коль таке торги у региони, узначенные ступени можно лечить экспериментом. Основная колькасть коммунальной майомости по коль реализуются прострадыцинные аукционы. Досягненными и планами потекавился Алексин Церову. 150 аукционов и около 300 продаденных объектов – это быдай основный выник сегодняшней работы Гомельского областного территориального фонда «Державная майомость». Бюджет додаткового 3,5 миллиона рублей, а будинки, которые протягивают час, не выкористовывались, снова приносят корысть. При этом основная колькасть объектов продадена со снижением кошту до одной базовой величины, хоть есть и иншие приклады. Ворядка 15% объектов мы продали в этом году именно с первых торгов, без понижения цены. И это касается не только крупных городов, как Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Калинкович, Рогачев, но и, например, такой город, как городской поселок Капоткевич и Петриковского района. Объекты, которые не очень большой площади, для организации небольшого производства, порядка 45% у нас таких объектов покупают, ну и в нормальном состоянии. Особливость 2016 года проведения электронных торгов по коль уякости эксперименту, а ли у Гомель обломаемости перекананы, минавито за такими торгами будученя. На первый раз пропоновали 15 объектов в Мозырском районе и один у Жлобинским от будинку клуба и склада бензина до былого детячего сада. Плюсы видовочные, набывать майомость можно не выходить через дому. Необходно только один раз пройти аккредитацию на электронные гандлёвые прессовцы и подать заявку на удел. Плюс в электронных торгах достаточно много. Это прозрачность, открытость электронных торгов, возможность участия в электронных торгах, не выходя из дома, на диване. Ещё одним плюсом является то, что пройдя аккредитацию на электронной бирже один раз, впоследствии вы участвуете и больше проходить необходимости нет. Сегодня у Гомель Абалмайомыси працуюсь над планами на 2017 год. Пакулюсь в списке больше 150 новых объектов. Причём первый аукцион запланованный уже на 5-го студене. А знайомиться с золотами можно на сайте областного фонда Державной майомыси и непосредственно на местовости. Ещё в минулом научном году в этом будинку находился Гомельский Державный прессийный лецейгандлёв. Зараз он закрытый и объект рактуется до продажи прас аукцион. Правда, докладные кошты его пакулящи не вызначены. В этом будинке, до речи, Гомельский лецейгандлёв праисновал 70-го годов. Причём, вядома, что до гэтуль тут находився санаторы и военных лётчиков. До речи, историчные объекты на аукционах не такая уже редкость. Зараз, например, усяго за 60 тысяч рублёв пропануется будинок в початку 19-го ста годя площадь амалью 145 квадратных метров. Умовы выкористанья от оказания медицинских и социальных послуг для открытия объекта в Гандлёв, что, а прича усяго іншого, дозволите ещё и заховать дом амалью 200-годовой давнины, який зараз не выкористовывается. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Галерардо, компания «Гомель». Уникальное программное забеспеченье, аналога у якому нема у свете, створают у Гомельским державным техничным университетом «Ясухого». Распрацовка вядица суместна с медиками областной больницы и в будущем не дозволить зарабить прорыв у медицине и дать шанс десяткам пациентов с захворванями позвоночника. Два рентгеновские здымки и компьютерная томография. Литерально прозгод. Гэтага будет достатково, как продбачить заход хирургичного умешальництва и позбегнуть усех махчимых ускладнений. Узять такую высокую планку медицине да поможет специальная компьютерная программа, якей распрацовкой зараз займаются 13 человек. Выкладчики, студенты ГДТУ и мясухого суместна с медиками областной больницы. Идея пришла неожиданно. К нам обратились представители областной больницы и попросили помочь им. У нас в стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. В мире, конечно же, различные, скажем так, различные степени разработки есть. Но я бы так классифицировал, что это достаточно на серьезном уровне, можно сказать, даже на мировом уровне мы сейчас начинаем работать. Программное забеспечение складается из некоторых компьютерных программ, аналоги яких уже створены и працуют за межоек. А что у тебя на некольки тысяч долларов, белорусское выноходництво, по сутности, объединяя гэты особные программы у одну, у одрознений от статичных рентген с дымком, отриманная модель дозволить оценить позвоночник человека в 3D формате. По моему мнению, у меня одна из самых главных ролей, то есть это именно разработка вот этого внешнего вида программы, то есть интерфейса, то, что будет видеть врач, и то, чем он будет пользоваться. Именно работа с изображением, причем довольно-таки новый, скажем так, для нас формат. С минимальными материальными затратами станет махчимым полепшить якость допомоги пациентам за малюсими видами дегенерацийно-адестрофичных захворываний у позвоночника. Программа дозволит спрогнозовать ход для отшения и скорректировать его, как досягнуть к успеховому вынику. 80% населения страдает дегенеративно-дестерфическими заболеваниями, и около 10% становятся инвалидами на фоне этого заболевания. То есть это крайне социально-экономически значимая и важная тема для Беларуси. Возможно, какие-то методы консервативной терапии и реабилитации необходимо использовать на более ранних этапах, а не выполнять хирургическое вмешательство, что позволит, соответственно, сократить операцию. И если ее надо делать, то она будет выполнена уже по показаниям со стороны улучшения клинической картины. Целый год программисты выучали медицинскую литературу, наведывали операционные отделения больницы и писали программные коды. Завершить работу планыть до конца 2017 года. Сярод идея ше подключить элемент штучного интеллекту, как программа смогла не просто давать урачам информацию для анализу, али и самостоинно его проводить. Если все планы программисты у вас обицы, то про сгод сколько с тяжких выпадков опорно-рухольного аппарата и головной инвалидности можно будет скратить вдвоем. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, Телерэдо, компания «Гомель». Учаровную каску запросили детей организаторы республиканской доброчинной акции «Цуды на коляды». Представники областной пионерской организации и БРСМ разом с артистами Гомельского молодежного театра организовали для маленьких гостей новогоднее свято. Дети приняли удел у тековых конкурсов, убачили спектакль и отрымали подарунки. Под обязанностью у материала Вероники Ворошелиной. Прыгожая новогоднее представление у Гомельским городским молодежным театра объеднала выхованцев детячих домов и школ-интернатов, сошмодетных и малозабеспеченных семью, детей с обмежованными махшимостями. У сего больше 200 школьников из областного центра и Гомельского района. Они стали удельниками масштабной республиканской акции «Цуды на коляды». Это что годовое суместное мероприемство на Гомельшине его традиционно проводить представники областной пионерской организации и БРСМ. Символ акции червонной рукавички, яке для устровы тимкнений пионеров Тимуровца и волонтеров БРСМ в новогодние колядные дни окружать увагой и клопотом детей, яке у гэтым мать потребу. Данные акции проходят в каждом районе индивидуально, в каждом районе проходят свои утренники и ёлки, где активисты союза молодежи и пионеры тимуровцы организовывают их и проводят. В прошлом году мы помогли более чем трех тысяч детям, я думаю, что в этом году не менее охват нашей акции будет, а я думаю, что даже будем стараться и больше помочь. По шанс новогодней программы дети приняли удел у цикавых гульних и конкурсов с Дедом Морозом и Снягуркой. Затым артисты Гомельского городского молодежного театра перенесли юных гостей в соправдную святочную казку. Спектакль «Принцесса-генералы» это веселая музычная история про два соседние королевства, помеж якими возникают конфликты. Однако, щирое кахание принца и принцессы оказывается мацни ворожосте и у вынеку всё заканчивается миром. Организаторы отбрачинной акции «Цуды на коляды» так само, что вот обеодновывают свои намагания для добрых справ. Разом я наимкнуться хапить, як мага бодж дятей, каб кожному з їх подарить радость и добрый новогодний настрой. Очень приятно, что мы живем в мирной стране и имеем возможность дарить подарки, дарить тепло, дарить такие какие-то пожелания очень теплые, при этом понимая, что над нами мирное небо, при этом понимая, что у наших детей очень хорошее будущее. А всё, что нужно для того, чтобы это будущее было, у нас есть. У нас есть великолепные возможности, у нас прекрасное образование, у нас ряд других преимуществ, которые сегодня позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Вероника Варашилина, Валерий Гапанько, телерадуя компания «Гомель». Сегодня у вечернем эфиры телеканала «Беларусь-4» глядите пероцветочный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». На порозе 2017-й ход. Так хочется зазернуть у будущиню и доведаться, яким он будет. Як складеться для кожных аз нас и что может поуплывать на гэта. Про прикметы и символ наступающего года с кропки гляджанья фэншуй в ходе размова у программе. Телеглядачоу так само чекает сустреча с творцами беларусской гильды майстроу и рамеснікау и займальный майстр-класс с их уделом. Это программа с устречу эфиры. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин